Единственные ли мы живые существа во всей вселенной? Обозримая вселенная имеет размер 90 миллиардов световых лет в диаметре. В ней не менее 100 миллиардов галактик, в каждой из которых от 100 до 1000 миллиардов звезд. Недавно мы узнали, что планеты также очень распространены. Вполне вероятно, что во вселенной есть триллионы и триллионы обитаемых планет. Это значит, что должно быть много возможностей для развития и существования жизни. Но где она? Разве вселенная не должна кишить космическими кораблями? Давайте сделаем шаг назад. Даже если в других галактиках есть инопланетные цивилизации, мы никогда не узнаем о них. По сути, все, что находится за пределами нашего прямого галактического соседства, так называемой местной группы, навсегда находится вне нашей досягаемости. Из-за расширения вселенной. Даже если бы у нас были очень быстрые космические корабли, потребовались бы миллиарды лет, чтобы добраться до этих мест, путешествуя через самые пустые области во вселенной. Итак, давайте сосредоточимся на Млечном пути. Это наша родная галактика. В ней примерно 400 миллиардов звезд. Это много звезд. Считая по 1 секунду, это займет у вас 100 жизней, чтобы подсчитать их все. В Млечном пути около 20 миллиардов звезд, подобных нашему Солнцу. Примерно пятая часть из них имеет планету размером с Землю в своей обитаемой зоне с условиями, пригодными для зарождения жизни. Если бы только одна десятая этих планет содержала жизнь, было бы 1 миллион планет жизнью в Млечном пути. Но подождите, это еще не все. Млечному пути около 13 миллиардов лет. В начале это было плохим местом для жизни, потому что все сильно взрывалось. Но через 1-2 миллиарда лет родились первые пригодные для жизни планеты. В нашей Земле всего 4 миллиарда лет. Таким образом, в прошлом были триллионы шансов на развитие жизни на других планетах. Если бы хотя бы одна из них превратилась в космическую супер цивилизацию, мы бы уже ее заметили. Как бы выглядела такая цивилизация? Есть три категории. Цивилизация первого типа смогла бы получить доступ ко всей энергии, доступной на ее планете. Если вам интересно, в настоящее время мы находимся на отметке около 0.73 по шкале и мы достигнем первого типа в ближайшие 200 лет. Второй тип цивилизации будет способен использовать всю энергию своей родной звезды. Чтобы представить это потребуется серьезная научная фантастика, но это выполнимо. Такой концепт, как сфера Дайсона, гигантский комплекс, окружающий Солнце, был бы убедителен. Третий тип – это цивилизация, которая в основном контролирует всю свою галактику и ее энергию. Настолько продвинутая инопланетная раса, вероятно, была бы богоподобна для нас. Но почему же мы уже должны были заметить такую инопланетную цивилизацию? Если бы мы построили космические корабли, которые могли бы поддерживать жизнь населения на борту в течение тысячи лет, мы бы освоили всю галактику за 2 миллиона лет. Это звучит очень долго, но помните, Млечный Путь огромен. Если нужно пару миллионов лет, чтобы колонизировать всю галактику, и есть возможность того, что миллионы, если не миллиарды планет, пригодны для жизни Млечным Пути, и у этих форм жизни было гораздо больше времени для развития, чем у нас, тогда где же все инопланетяне? Это и есть парадокс Ферми. И ни у кого нет ответа, на него. Но у нас есть несколько идей. Поговорим о барьерах. Великий барьер – это препятствие, которое действительно трудно преодолеть в форме жизни. Они существуют в нескольких ужасных разновидностях. Во-первых, есть барьеры, которые мы уже прошли. Возможно, в сложной жизни гораздо труднее развиваться, чем мы ожидаем. Процесс появления жизни из ничего еще не полностью понятен, и требуемые условия могут быть действительно сложными. Возможно, в прошлом вселенная была гораздо более враждебной, и только недавно все остыло, чтобы дать сложным формам жизни появиться. Это также означало бы, что мы, возможно, уникальны и были одними из первых, если не единственные цивилизации во всей вселенной. Во-вторых, есть барьеры, которые еще впереди нас. И это очень-очень плохо. Возможно, жизнь на нашем уровне существует во всей вселенной, но она погибает, как только достигает определенной точки развития, которая лежит перед нами. Например, представим, что существует удивительная технология будущего, но при активации она разрушает планету. Последними словами, каждой развитой цивилизацией были бы это устройство решить все наши проблемы, когда я нажму эту кнопку. Если это так, то мы находимся ближе к концу, чем к началу человеческого существования. А может быть, существует древняя цивилизация третьего типа, которая следит за вселенной. И как только цивилизация достаточно развита, она мгновенно уничтожается. А может быть, есть что-то, что нам лучше никогда не открывать. Этого мы никогда не узнаем. И последняя мысль. Может быть, мы просто одни? Прямо сейчас у нас нет доказательств того, что есть какая-либо другая жизнь, кроме нас. Вселенная выглядит пустой и мёртвой. Никто не шлёт нам сообщения, никто не отвечает на наши вызовы. Может быть, мы совершенно одинокие, запертые на крошечном грязевом шаре бесконечной вселенной. Вас пугает эта мысль? Если это так, ваша эмоциональная реакция верная. Если мы позволим жизни на этой планете погибнуть, возможно, во всей вселенной не останется жизни. Жизнь исчезнет, возможно, навсегда. Если это так, мы просто обязаны отправиться к звёздам и стать первой цивилизацией, третьего типа, чтобы сохранить слабое пламя жизни и распространять его до тех пор, пока сама вселенная не исчезнет. Вселенная слишком прекрасна, чтобы хоть кто-нибудь не существовал в ней. На каждую песчинку на Земле приходится около десяти тысяч звёзд. Мы знаем, что в обозримой вселенной могут быть триллионы планет. Тогда где все инфонитяне? Это парадокс Ферми. Этот вопрос мы рассмотрели в первой части. Сейчас мы рассмотрим возможное решение парадокса Ферми. Будем ли мы уничтожены или нас ждёт славное будущее? Космические путешествия трудны, хотя и возможны. Путешествие к другим звёздам – это трудное испытание. Огромное количество материала должно быть выведено на орбиту и собрано. Путешествие длиною в тысячу лет должно быть пережито колонии достаточной, чтобы начать новую жизнь с нуля. И планета может оказаться не такой благоприятной, как казалось издалека. Создание корабля, способного пережить такое путешествие – это уже трудная задача. Межзвёздное вторжение, наверное, уже невозможно было бы отложить. Также нужно учитывать время. Вселенная очень старая. На Земле жизнь существует уже минимум 3,6 миллиарда лет. Разумная человеческая жизнь – около 250 тысяч лет. Но только около века назад у нас появилась технология для общения на больших расстояниях. Возможно, были великин планетной империи, которые простирались через тысячи систем и существовали в течение миллионов лет. Возможно, мы просто не застали их. Где-то там могут быть грандиозные руины, гниющие в далёких мирах. 99% всех видов на Земле вымерло. Легко утверждать, что это рано или поздно постигнет и нас. Разумная жизнь может развиваться, распространяться по нескольким системам и умирать снова и снова и снова. Но галактические цивилизации могут никогда не встретиться. Возможно, это общий для всей жизни во Вселенной опыт, чтобы посмотреть на звёзды и задаться вопросом – где же все? Но нет оснований предполагать, что инопланетяне похожи на нас и что наша логика применима к ним. Возможно, наши средства коммуникации чрезвычайно примитивны и устарели. Представьте себе, что вы сидите дома с передатчиком азбуки Морзе. Вы продолжаете отправлять сообщения, но никто не отвечает вам и вам будет казаться, что вы одиноки. Может быть, мы всё ещё невидимы для разумных видов и мы останемся таковыми, пока не научимся правильно общаться. И даже если бы мы встретили инопланетян, мы могли бы окататься слишком разными, чтобы общаться с ними понятным образом. Представьте себе самую умную белку. Как бы вы ни старались, вы не сможете объяснить ей, как устроено наше общество. В итоге, с точки зрения белки, дерево – это всё, что нужно такому сложному разумному существу, как белка, чтобы выжить. Поэтому для белки люди, врубающие целые леса – это безумие. Но мы уничтожаем леса не из-за ненависти к белкам. Нам просто нужны ресурсы. Желание и благополучие белок нас не волнует. Цивилизация третьего типа, нуждающаяся в ресурсах, может поступить с нами точно так же. Они могут просто испарить наши океаны, чтобы облегчить сбор того, что им нужно. Один инопланетянин может на секунду подумать, ох, какие крошечные обезьянки строят милые бетонные конструкции. Ой, но теперь они уже мертвы. Но если есть цивилизация, которая хочет уничтожить другие виды, более вероятно, что она будет мотивирована культурой, а не экономикой. Да и вообще, эффективнее будет автоматизировать процесс постройки идеального оружия. Например, самовоспроизводящийся космический зонд из нано-машин, который действует на молекулярном уровне очень быстро и смертельно, обладая способностью атаковать и дематериализовывать что-либо мгновение. Вам нужно только дать им четыре инструкции. Первое, найти планету с жизнью. Второе, разобрать все на этой планете на составные части. Третье, использовать ресурсы для создания новых зондов. Четвертое, повторить. Такая машина с судного дня может сделать галактику стерильной за несколько миллионов лет. Но зачем летать на расстоянии световые года, чтобы собирать ресурсы и совершать геноцид? Скорость света на самом деле не очень быстрая. Если бы кто-то мог путешествовать за скоростью света, это заняло бы сто тысяч лет, чтобы пересечь Млечный путь один раз. Наверняка есть более приятные вещи, чем уничтожение цивилизации и возведение империй. Существует интересная концепция. Мозг-матрешка — это мега-структура, окружающая звезду. Это компьютер такой вычислительной мощности, что целый вид может загрузить свое сознание и существовать в виртуальной вселенной. Они могли бы испытать вечность чистого наслаждения, без скуки и грусти. Это была бы просто идеальная жизнь. Если такой компьютер был бы построен вокруг красного карлика, энергии ему бы хватило до 10 триллионов лет. Кто бы захотел завоевывать галактику или вступать в контакт с другими формами жизни, если был бы такой выбор? Все эти решения парадокса фермии имеют одну общую проблему — мы не знаем, где находятся границы технологий. Мы можем быть близки к пределу или даже не рядом с ним. А нас ждут супертехнологии, дарующие нам бессмертие, переносящие в другие галактики или возвышающие нас до уровня богов. Единственное, что мы должны признать — это то, что мы ничего не знаем. Люди провели более 90% своего существования в качестве охотников и собирателей. 500 лет назад мы думали, что являемся центром вселенной. 200 лет назад человеческий труд перестал быть основным источником энергии. 30 лет назад у нас было апокалиптическое оружие, направленное друг на друга из-за политических разногласий. В галактических масштабах времени мы в стадии эмбриона. Мы далеко продвинулись, но нам еще предстоит долгий путь. Убеждение в том, что мы центр вселенной все еще преобладает в людях. Поэтому легко делать высокомерные выводы о жизни во вселенной. Но в конце концов, есть только один способ это выяснить, верно? Спасибо за просмотр. Переведено и озвучено мистер Бигмен Геймс. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если вам нравится такой контент и вы хотели бы еще. Также напишите комментарий, что вам больше всего понравилось, я обязательно их прочту. А также в описании будет ссылка на оригинальное видео и канал его создателей. Отблагодарите ребят лайком, ведь они провели огромную работу.